Добрый вечер, уважаемые коллеги, добрый вечер, президиум. Я представляю город Ульяновск. Это Привожский федеральный округ. Я заместитель главного врача по оргмедотработе, и регистр раковые подчиняется непосредственно мне. Ульяновская область занимает площадь 37 тысяч квадратных километров. Население у нас 1,267,000 человек в целом в области. И в областном центре в городе Ульяновске 600 тысяч человек. Область состоит из 21 сельского района. Также на территории области находятся 6 городов. Онкологический диспансер в регионе 1. Это в городе Ульяновске. Он областной, обслуживает население области. И также есть одно онкологическое первичное отделение в городе Димитровграде. Димитровград – это город с населением 120 тысяч человек. Также на территории области. Медицинское здравоохранение города Димитровград подчиняется ФМБА. Но раковый регистр все равно территориально находится у нас. И, в общем-то, проблем с передачей информации с ФМБА и с городом Димитровграда у нас нет. И также в каждой первичной поликлинике есть первично-онкологические кабинеты. В каждом кабинете их всего 40. Есть ответственный врач за онкологическую службу его территории. Но, как правило, это врачи неонкологического профиля. Регистрация случаев злокачественного образования у нас идет из утвержденных форм. К нам они стекаются в бумажном виде из учреждений первичного звена, из стационаров города, из судебно-медицинской, бюро судебно-медицинской экспертизы и потолгоанатомических лабораторий. Регистрация случаев смерти также идет из бумажных источников. Это свидетельства о смерти, которые мы ежемесячно забираем из территориального органа государственной статистики. И также нам дают выгрузку из базы, но деперсонифицированную выгрузку по количеству случаев в разрезе территорий, пола, возраста и МКБ. Программное обеспечение у нас собственная разработка. Регистр в электронном виде работает с 1999 года. Там в нем содержатся данные на 100 тысяч больных. Из них 30 тысяч живых пациентов, которые находятся под диспансерным наблюдением в настоящее время. Программное обеспечение морально устарело. И, в общем-то, мы для себя все никак не можем решить, когда мы перейдем на новое современное программное обеспечение. И вот моя поездка на данные курсы должна поставить точку в этой дилемме, в этом вопросе. И, в общем-то, я думаю, что мы перейдем на другое программное обеспечение. Заболеваемость на 100 тысяч населения. На первом месте в 2014 году у нас вышел рак молочной железы. На втором месте рак легких. И на третьем месте рак кожи. В смертности лидирует рак легких. Это показатели оба пола. На втором месте рак желудка. На третьем месте рак молочной железы. Проблемы, конечно, схожие, как и в других регионах. Имеется недостаточное качество заполнения учетной документации. Особенно та, которая присылается из неонкологических учреждений. И особенно из стационарных неонкологических учреждений. То есть это не касается первичных онкологических кабинетов. А стационары других профилей, к которым попадают, ну, случайно, как правило, это по экстренной помощи онкологические пациенты, которым они оказывают медицинскую помощь. Но присылать нам документы учетные, они, в общем-то, не спешат. Заполняют их достаточно некачественно. И в этом плане мы, конечно, когда пациенты эти появляются у нас, отрабатываем индивидуально каждый случай. С теми учреждениями, в которых они лечились, запрашиваем у них первичную документацию. Также, конечно, у нас есть недостаточные кадры обеспечения первичных онкологических кабинетов. В основном там работают врачи неонкологического профиля. Ежемесячно они приезжают к нам на семинары. Но так или иначе, мы стремимся к тому и проводим работу с нашими главными врачами региона и с университетом, для того, чтобы привлекать в онкологическую службу сертифицированных онкологов. И также проводили работу по увеличению количества бюджетных мест в ординатории и интернатории по онкологии. Ну, это морально устаревшая программа обеспечения. В общем, та проблема, которую, я думаю, мы решим скоро. Спасибо. Большое спасибо. Вопросы? Один вопрос. Можно? Можно, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, а вот в связи с сегодняшними особенно выступлениями, какие-то публикации бывают на основе вашего регистра университета и других каких-то исследователей, которые, вот все-таки, я думаю, клинические диспансеры, там, кафедры? Да, у нас ведется научная работа. У нас на базе диспансера расположена кафедра онкологии. У государственного университета. Мы публикуемся в российских журналах и в международных также журналах идут публикации наших врачей-специалистов. Они ссылаются, и врачи ссылаются на то, что используют данные вашего регистра? Вот это я не могу сказать, потому что вот российские статьи я читала, иностранные, ну, как бы так просматривала не все, но там они ссылаются, что это данные Ульяновской области. В общем-то, да. То есть на регистр, на как бы… Ну, вот сказать, что напрямую на регистре я так не могу. Спасибо. 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 Спасибо.